Вот и подходит к концу очередной прекрасный летний день в пригороде Торонто под названием ВОН. Казалось бы, самое время для шашлыков в кругу семьи и друзей. Но некоторые местные жители традиционных летним посиделкам предпочли встречу с Жанной Тухман, персональным консультантом к вопросам здорового питания. Шашлыки шашлыками, а встреча с экспертом, советы которого так благотворно повлияли на твою жизнь, важнее. У меня были головные боли где-то до того, как я пришла уже в течение трех месяцев. Усталость, сонливость, то есть я теряла силы. Когда Жанна со мной поговорила, очень много вопросов задала и в конце концов сделала свой такой вывод, что прежде чем нам заниматься сбалансированным питанием и уделять этому в основном время, сначала приведем тебя в порядок. Я говорю, что пропишите? Она говорит, что все это с помощью питания. У меня появилась активность, прошла головная боль. И этому я была очень удивлена и рада, потому что оказывается таблеткой может быть просто сбалансированное питание. Есть такая программа Пьер Дюкан, французский диетолог. И я вот на этой диете сидела. Она сложная, может быть, не очень даже полезная. На ней я похудела. Но просто, скажем, если сравнивать с Жанной, Жанна диета, я считаю, гораздо более разумная, более рациональная. И совершенно не вредная. То есть она, наоборот, как-то она снимает все проблемы. Проблемы, связанные со здоровьем. У меня были повышенные ферменты печени и гематолог, который искал, гепатолог, который искал причины, сказал, надо сбросить вес. Если до Жанны у меня был в 2,5 раза повышен норма вот этих ферментов, то сданные 2-3 недели назад анализ показали, что они пришли в норму. В мобильных телефонов, холестерол, за 2,5 месяца. По иронии судьбы, к идее создания собственной частной практики Жанну подтолкнули научные исследования широко применяемых медикаментов, которыми она занималась во всемирно известных университетах. Есть много людей, наверное, к тебе приходят с разными жалобами. Наверное, часто ты слышишь, что диеты не работают, что я вот перепробовал все или перепробовала все. И мне такое ощущение, что прям буквально из воздуха я набираю вес. Что ты на это скажешь? Ну, из воздуха мы вес не можем набирать. И иногда некоторым людям даже опасно ничего не есть, потому что они начинают есть сами себя. В тот момент, когда они начинают есть сами себя, они едят не в правильных местах, начинает быть отечность, воспалительный процесс, люди начинают опухать и увеличивается вес. Поэтому не есть некоторым людям опаснее, чем есть. Как же найти свой уникальный код для идеального веса, для хорошего здоровья? Каждый человек уникален. У каждого человека есть свой личный биохимический код. Я могу с практической точки зрения решить, что правильно есть или не есть этому человеку. А этот человек с практической точки зрения может почувствовать, что ему правильно, а что неправильно есть. Каким образом он может почувствовать, Например, самый легкий пример Набирает он вес или нет Что я делаю? Я анализирую симптомы Как вы приходите к доктору Доктор спрашивает, болит здесь, болит там Дает вас таблетку Говорит, через неделю придешь, все будет хорошо Я делаю то же самое, только я подбираю правильное питание Для того, чтобы похудеть Мы знаем, что нужно, условно говоря, закрыть рот и есть меньше Ну, закрыть рот мы уже обсудили Закрыть рот нельзя Некоторым людям это будет больше опасно Я думаю, что я поняла вопрос Вы спрашиваете, скажу ли я есть, как написано в интернете, например Да, вы все прекрасно знают, что нужно есть маленькими порциями Нужно есть меньше легких углеводов Почаще Да, я не скажу Потому что некоторым людям, опять же, это может быть опасно Потому что если я у людей, например, исключу углеводы У них не будет достаточно энергии Если я у другого человека исключу мясо, которое тоже может быть опасно Это тоже может быть опасно, потому что это его белок, который он получает Если я некоторых людей заставлю есть каждые два часа А у них медленный метаболизм, например То это может быть тоже сыграть не в их сторону Потому что мы уникальны Так как мы люди, руки, ноги, голова Десять пальцев на руке, десять пальцев на ноге, две руки, две ноги Но мы выглядим по-разному Также, почему мы выглядим по-разному? У нас разный фенотип, это все знают Но также у нас разный генотип То есть мы внутри работаем чуть-чуть по-разному То есть одна диета не подходит другому Потому что вот это чуть-чуть по-разному Это то, что имеет большую разницу В вашем подходе чувствуется некое научно обоснованные ответы Откуда это? Вы можете рассказать, как вы пришли к профессии диетолога? Или эксперта по здоровому образу жизни? Я не диетолог, я holistic nutrition Разница от диетолога в holistic nutrition Что я отношусь к каждому человеку индивидуально Каждый человек, у него разный генетический код Поэтому нельзя всех ставить под одну копирку И давать всем одинаковую диету Потому что это не будет работать с некоторым людям Это может быть очень опасно Откуда у меня научные знания? Я больше 12 лет занимаюсь академической карьерой Вернее, занималась 3 года назад Сейчас продолжаю Но она больше основана на правильном питании Я закончила первую степень по биофизике В Барилану университете в Израиле Я делала вторую степень по биофизике То есть вы занимаетесь биофизикой? Я занималась 2 степени биофизикой и 2 степени биохимии Я приехала делать свою докторскую диссертацию в Канаду Я поступила в университет Торонто на биохимию Я закончила мастер, продолжила делать PHD Закончила колледж по nutrition И сейчас веду свою личную практику уже больше 3 лет Но работая в лаборатории и разрабатывая лекарства В какой-то момент я поняла, что я не нахожусь там, где я хотела бы находиться И один из проектов, который я взяла на себя Был основан на правильном питании Мы занимались структурой белков Как построить белок на правильных кирпичах Как поддержать его функцию Мы занимались человеческим белком И под электронным микроскопом я буквально видела Как неправильно построенный белок и неправильно поддержанный белок разрушаются На правильном питании мы строим свой организм Наши клетки строятся, перестраиваются заново Например, кожа строится каждые 28 дней заново Печень каждые 6 месяцев Кости примерно каждые 2-3 года Это клеточная структура перестраивается Да, клеточная структура Перестраивается и изменяется Потому что некоторые клетки умирают, некоторые клетки появляются За секунду у нас происходят тысячи разных процессов, которые мы не можем следить У нас создаются новые клетки Вопрос, на каких кирпичах они создаются Я так понимаю, что благодаря правильному питанию можно привести свое здоровье в такое состояние, когда тебе даже врач пропишет и снизит дозу медикаментов, которые ты до этого применял Какие-то хронические заболевания Давление, например Или полностью там будет решена, ну не решена проблема, но проблема холестерина Иногда бывает полностью решена, да Я занимаюсь научными исследованиями по хроническим заболеваниям Я считаю, что организм это сложная машина, которая может сама себя починить Хронические заболевания, например, как диабет, холестерол, ожирение печени, давление Это все можно улучшить и даже полностью сойти с таблеток только при помощи правильного питания Ко мне приходит очень много людей, у которых проблемы с холестеролом И буквально за полтора-два месяца мы можем улучшить результаты крови, которые у них не были десятки лет Также давление и диабет У меня есть сотни клиентов, которые перестали употреблять лекарства по совету врачей Многие, которые уменьшили количество лекарств Я надеюсь, что в будущем мы дойдем до того, что и они сойдут полностью с лекарства Но это просто уникально, насколько организм может восстановиться заново И те болезни, которые считали, что это просто генетически Оказывается, что это совсем не генетически, а просто зависит от человека И от правильного питания, так как ты поддерживаешь свой организм Я вот слышал на вашем семинаре, на этой встрече То, что девушка всю жизнь страдала мигренями И благодаря изменениям в диете В частности, предложили отказаться от продуктов, которые с глютеном В ее случае, да Именно в ее Я знаю, какой случай А это вообще долго? Это быстрый как бы Вот как быстро эффект? Ну, в принципе, эффект за неделю Потому что в тот момент, когда вы убираете продукт, на который реагирует И его нету в течение недели в организме, то эффект достаточно быстрый Вот, но это не всегда легко понять, какой продукт и на что человек реагирует Но обычно с моей практики это происходит буквально в первую неделю Каким образом я понимаю, какие продукты? Опять же, по симптомам У меня есть своя методика У меня есть свои взгляды Какие симптомы на какие определенные болезни Обычно я, в отличие от конвенциальной медицины, я пытаюсь понять причину этих симптомов В тот момент, когда я знаю причины, симптомы уходят сами по себе Ну и как бонус обычно лишний вес А у меня недавно был случай Ко мне пришла женщина, которой был лишний вес И также у нее были проблемы с дыханием Она задыхалась ночью Врачи думали, что это панические атаки Пытались ей предписать антидепрессианты Она их пробовала, чувствовала себя хуже Вот, и пришла ко мне с этой проблемой Конечно, первое, что она хотела, она хотела похудеть Мы начали нашу программу, но так как я ищу причину Из-за того, что она задыхается, значит, процессы все-таки не в порядке в организме Организм с нами разговаривает, что-то происходит не так В течение нашей работы с ней мы обнаружили, что она реагирует на кожуру орехов Причем не только на кожуру орехов, а на все продукты, в которых хотя бы есть чуть-чуть эта оболочка Например, авокадо Авокадо тоже внутри есть орех, она реагирует на авокадо И в винограде, крупном винограде больше косточка Там есть кожура, она тоже реагирует В тот момент, когда мы убрали эти продукты и мы знали, какая причина Из-за чего она набирает вес и почему она задыхается Человек просто поменял свою жизнь Она похудела, она выглядит потрясающе Единственное, что ей сейчас нужно сделать, следить четко за продуктами, чтобы не было нигде этой кожуры Что, в принципе, не так сложно, остальное все, она может есть спокойно Получается, что вы даете такие вот прям очень четкие рекомендации И это не так, что такие рекомендации, которые все мы знаем Сколько нужно есть, как часто и так далее Ну, опять же, я не даю все рекомендации, которые вы знаете Потому что все-таки 12 лет моего академического обучения нельзя забрать Так как я работала и изучала биохимические процессы Когда я встречаю своего клиента или я разговариваю с человеком Он у меня распадается на эти биохимические процессы То есть я вижу не тело, а я вижу, что происходит в организме Можно сказать, как под микроскопом И когда мы общаемся, это, опять же, не только я Это я и человек, потому что я вижу, а он чувствует Поэтому это мы вместе Я могу подсказать, а человек может мне рассказать, как он себя чувствует В тот момент, когда я знаю, как он себя чувствует, я могу еще больше помочь Моя цель в итоге добиться, чтобы человек научился разговаривать со своим организмом Потому что я не всегда буду рядом Но если человек понимает и чувствует свой организм И я его научила, как это делать, то он вполне может справиться сам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!